Андрей Лызлов Скифская история Части 4 глава 7 О пространстве обладательства турецкого, и о богатствах и доходах государственных, и о суде, и о воинской можности государства того. Обладатели турецкие объяша властью своей умножайшей части трех частей сего света, то есть Европы, Осии и Африки. В Европе убы имеют весь брег морской наченши от пределов Ракусских даже до устья реки тогда названная, и от Будина города Венгерского даже до Константинополя, и от права Габрига вниз идущей реки Днестра даже до реки Савы. Сие все или совершенно под их обладательством, или под воеводами, подданными их, под Мултанским, Волоским или Молдавским, под Седмиградским, в котором месте лучшая часть венгерской земли. Там Абсны, Србы, Булгары, Македния, Фракя, Эпирус, Ахния, Амория и Море, ежо близко Константинополя, названная Архипелях, со всеми многими островы. Во Осии содержат Анатлию, Сирю, Полесную или Святую землю, даже до реки Нила и до Александрии Египетской, и прочие области, обретающиеся близко Понтийского моря, и в Средину земли даже до Персиды. Во Африке имеют египетской страны в долготу 500 верст, такожде брига моря Междуземного на осн тысяч верст, и в Среду земли до Нумидии и Ефипии, и даже до моря Чернга. Величество же обладательства их может познать ися от пространства частей государства их. Море Меотское, его вже вкруг тысячи верст, такожде море Понтийское, его же в 2700 верст, все в их области. От града Тевриса или Тауриса, и же в Персе меньше чем д больше чем в ской стране, до Будина града Венгерского ехать их государством 315 граммов, больше чаю 3000 граммов верст, такожде от Дербента Персидского града до государства Аден названного, и же близко Персидского Чернного моря, стал кожи верст, от Белзеры до града Трамиссан звездочка мало меньше 4000 верст. 265 На море же Междоземном имеют знаменитые островы, Кипр, Родис, Негропонт, Смос, Схия, Метелин, Сталимен, Кандию или Критский остров и прочих множества. Яко пределы всего того Тури меньше чем ц больше чем Каго государство граничится от востоку с Персидою в долготу чертою. Южа достоит мыслью содержати, от Таури с города нововзятого у персов даже до Бары, и с португалницами от Ногою или заливою морскую персидскую. От полудня с теми же португалцами Чернным морем, и с Попоном, то есть Абиснским царством. От запада за государством фесским, его же ныне серфом называют, и с королевством неаполитанским, и же под державою испанского краля. От полунощи с поляки, чрез Волохи и Мултаны, и де с княжением Ракузским, и же есть область де дому цесарей христианских. Всех же помянутых пределях обретаются страны, прям новоисполненные людьми и всякими потребными, ибо которая страна обрестися может доволнее во пшеницу над Египет, Африку, Сирию и Осию, или которая область богатея во всякое сокровище пачи греческие, венгерские и фракийские области. Во всем турецком государстве суть четыре града, неисчетных богатств исполнены. Яко Константинополь, многолюдственный город во всей Европе, не отбо в нем народа миллионов седми вяще. И аще то так и есть, то может учинить и яко два Парижа, и же во Франции. Алепп, есть величайший град от всей Осирии и воистину Средина, в него же привозятся вся купецкие вещи из всей Осии. Каир, первое место имеет между всеми прочими городами афритскими, яко тама нестинага, и же бы могл приравняться с ним и осенецей, и равняют ему в иправду великий город, названный Кака, ибо Каир есть пристанищем не токма богатств египетских и немалые части афритских, но и индейских многих, отнюдь уже богатства, привезенные Черным морем, развожены бывают на верблюдах во страны, стоящие на море междуземном. Таорис, величайший град в государстве персидском, его же взятому рад султан лета 7095-го, и имеет в себе до 20 тысяч народа и богатства бесчисленные. Сие государство турецкое, от малых начатков поскочивши, так и высоко возрасте, яко зело брани ради страшно быть христианам. Ему же благополучны войны бывают за причинами, данными от несогласий государей христианских, которые причины умели они ко прибытку своему употребляти. Вымыслы воинские, обыкновенные туркам, сия суть. Быть и всегда готовым на войну. Упредите супостата. Употребляйте прудкости дивной в наступлении, имейте якобы в руках силы готовые. Не покушаться воедино время о войнах разных, не простирайте войны нигде на долгое время. Не истощевайте время и сокровищ на войны малопотребные. Не обладайте ничем прискочуще, но порядком, от места до места, от града до града. Еще же и сие много помогало им, якосами султаны их на многих войнах особыми своими бывали. Такожди и иных вымыслов имеют немало, и межерот их атаманские облады государства премногое, и от лета сигнтысячного даже до ныне талика премножали, елика до того лета содержали. Управление и суд султана турецкого совершенно есть владычественный. Ибо султан так овладеет всем, и же обретается в пределях его государства, якожители тамошние Нитокма подданными, но неволниками его называются. И несть тама ни единого господина Нитокма над домом ее своим, в нем же житие же имеет, не занад за землею, южепашиты, кроме некоторых родов, тем почтенных и пожалованных от султана Мохаммеда вторага в Константинополе. Содержится к султан при таковом самовластном господствовании двумя способами. Первым, ежо отъемлет оружие от всех своих подданных. Вторым, яко вручает вся властелство в руки отступников христианские веры, их же он в дани место вземлет от подданных еще в малых летях. И таковым вымыслом обретает к тому две потребные вещи. Первое, яко отъемлет и меньше чем за больше чем стран тех цвет и крепость, южепы от людей он и могли иметь и, ибо избирает отрочет твердых в теле и к воинскому делу способных. Второе, яко теми же хранит и небоязненно чинит сама го себе, ибо янчары, взятые в детских летях, и якобы еще от персий матерних, и данные в научении Сему и Овому, бывают непострегшися, паче же неволею Мохаммедины, и уже не знают ни отца, ни матери, но во всем утвержении суть от султанов, они же их питают, и одежды дают, и от них всех благих ожидают и приятен одеются вся своя доволство. Крепость военная турков содержится в воинстве конном, в пехоте и в воинстве водном, в стрелбе раз личной и в денгах. Ежуат страны казны денежные, о том есть общее мнение, яко султан турецкий имеет общего доходу осм миллионов шкутов на год. И ощемниться, яко стаковава великого государства магл бы доходов и множие иметь и, обочей не имеет. Ибо турки не мыслят и не чщатся ни о чем ином, то чью о броне и оружии военном. А воины средстви своими множие пустошат и погубляют, нежели населяют и богатят страны подданных, ибо многие воины, собравшися воедино место до кончания ради дел воинских, так а ко убожеству приводят всенародство, яко едва оставляют им, чем бы могли глад то чью утолите. И так а подвластны из бывшей надежды, яко не имут употребите не токмо богатств, их же бы могли приобрести трудами и промыслами своими, но ниже покоя малага не прилежат земледелству, ниже купечеству, разве токмо елика нужда их привлечет, паче елика неволя притеснет. Ибо, глаголит, чего ради имам то сеять, я же им сбирать и будет. Или что собирать и готовить, ежо им ясти имать. Итого ради в областях султана турецкого зело много пустынь безмерных и опустошенных стран нещетно, мало градов людных, но множие пустых стран. Во странах немецких бывает все великоценно от многолюдства, а у турков бывает от малолюдства, за ней жителей тамошних помирает много в отче на путях, и же совершать и понуждаются. Везущий пищу и иные потребы на пути те, ими же воинство идет, на арматах, то есть с воинством сущим на море в галерах или каторгах, ибо от десяти тысяч ион их, и же из домов в землины там обывают, не возвращается их в домы и четвертые части, погибает же их талика от нуштель, и от изменения воздуха, и от трудов великих, паче же. Того ради, и когда турки расходятся на зиму с галер своих, а иные оставившиеся тама и немало обыкши морю и прочим нуждам так и погибают. Еще и того ради доходы султанские не велми богаты, основание бо доходов государственных, земледелство и труды около его, то бо подает основание худжествам, а художество купечеству, их даже земледелцев мало, тогда всего бывает недостаток. Еще и сего ради, яко купечество и плавание с торгами вся суть в руках у жидов и у христиан европских, у геспонцов, венетян, у французов и у агличан. И яко в таковом великом крае, ежу обладает султан в Европе, нестинных знаменитых градов, и деже бы ярманки знаменитые были, токмо в Константинополе, в кафе и в Селуне, в Осии, в Алеппе, в Дамаску, в Триполи и в Адане, во Африке же, в Каире-Эм, во Александрии и Алгире. Всяко же, аще доходы султанские общие и не суть множие того, ежоповедах, а баче доходы султанские особные достойны к рассуждению, паче же от грабления и подарков. Ибо Паши и иные султанские начальники якопиевицы высасывают кровь из подданных своих и собирают бесчисленное богатство, которых величайшая часть в руки султанские идет, поведают бо, як и Ибраим Паша вывез из Каира множие шести миллионов сокровища. Мохаммед-визирь, кроме иных многих богатств, имел пять тысяч пленников. Султана Селимов-Тарага сестра именем султана имела доходов на всякий день две тысячи пятьсот цыкинов. К тому нетрудно султану турецкому обрести случай, им же бы хотел у кого и вся имение отъяти. Еще подарки султанские творят многое число богатства, ни единуба посол может ему предстать и без подарков, и ничем никто может обрести властельство или честь и какие, токмадингами. Никто возвращается с тощими руками к султану от властелства, и где же кто был, или от войны благополучно совершенный. А таковому уба великому монарху не имут подносятся малоценные вещи. Еще воеводы Мултанской, Волоской и Седмиградской содержатся крепко в государствах своих такожде многими подарки. И непрестанно применяются Мултанской и Волоской, ибо тому дают власть, которой больше даст. И так и те, дабы могли укрепить цивоном, ежо им дано бывает, обидят народ и пустошат области. Но аще и талика много собирает султан сокровищ, а бача война, южей имел с персы, велми пусты учинила сокровища его и богатство его изнурило. Яко того ради в Константинополе и во всем государстве его невельми давних лет зило возросла цена злата, ибо червонный эн золотой вдвое тогда был ценою, нежели прежде, и сребро и злата так и было испорчено, яко подади причину янчаром Константинополь огнем запал идти, и сгорела его немалая часть, отчего и сам султан страхом преисполнен бысть, не ток мы иные. Тогда же заняли на султана в Алеппе шестьдесят тысяч шкутов. Но аще доходы султана турецкого несут талика многие и богаты, якобы могло издавать и величество государства его и множество стран, содержимых им, имеет обаче султан от стран своих наибольший прибыток, нежели доходы сребра. Сей же есть от тимаров суть то тимары, а села и деревни не велми великие, данные туркам от султанов во обладание до смерти коегожда воина. Ибо султаны турецкие егда, которую страною обладают войною, то от того времени вся страна товых власти и изволение бывает, и я же оставлюши тутошным жителям часть некую, елико изволят, аще и зело малу, остаток разделяют наоны и тимары и дают их воинам знаменитым до их смерти с повелением, дабы во время повеленные производили на войну толика воинов конных. Сие же умысляши турки усмотряющи целости государственной. Аще бы не было того и люди бы воинские не имели прилежания наоны своя села пожитков ради, их же от них вземлют, то бы все тамы пусто было. Ибо и сами турки обыкоши глаголате, якоже и деже конь великого султана заступит ногою, тамы уже не пе зарастают травою. На оных темарах имеет султан турецкий до полутораста тысяч воинского люду. И повелете может им идти на войну и малым знаком, аще и единого сребреника на таковое великое воинство не издав. А такового воинства наймом эр не могло бы содержать на год и 4 на 10 миллионов шкутов. И того ради осудивляюся неким, и же равняют доходы султанов турецких за доходами государей христианских, не воспоминающие о таковом султанском многом доходе. Поведают Бо, яка на войне, и уже султана Мурат Третий имел с персяной, учинил четыре десять тысяч тех татимаров. И основал новую сборную палату, от ней же вземлет множе миллиона шкутов на год. Сие постановление тимаров и избирание алзамалианов, так зовут отрочат, их же емлют венчары, дан дежи не приемлют чину венчарского, суздванные крепчайшие основания с государства турецкого. И сия чинят два великие прибылные дела в государстве том. Первое, яка талика содержат в крепости подданных султанских, яка и двигнутись и не могут тако скоро, да не ли же бы не приспели на них те воинства яка соколы некие, того бы ради разделены суть по всему государству. Второе, яка единая часть оных ибо иные остаются в домех управления ради подданных своих, всегда суть готовы на войну, и дежи бы прилучилась. И так это надлежит и к целости государственной, дабы не зачинались бунты, и к воинскому делу суть многою помощью. Но еще и кроме того помянутого сде воинства имеет при себе султан турецкий немалое число конных жалованных воинов, я же суть спак, улюфак, карибки. И же суть якобы училища лучших чиноначалников турецкого государства, ибо всегда от них выбираются паши, биклербиги, синжаки. И кроме сих суть еще алкайзар и прочие помощники, татарови, волохи и мултани. Вторая часть сил турецких же две вещи зрятся. Первая род их, вторая особная способность к делам воинским. Ежу от страны рода их никогда приемлют венчары народов фасийских, но токмы европских. Ибо суть те и множие яко и всегда были слабы и склонны к бегству пачи, нежели к обрани. Противным же образом народы европские всегда почитаны были крепкими и мужественными. И того ради новостоца называют воинов турецких осийских природным их именем турками, а европских румы, то есть римляны. А ежу от страны способностей их к делам воинским емлют отрочат якоречися от десяти лет до седьмена десяти, в которых познавают знаки силы, дерзости и смельства. Ибо сия три вещи доброму воину потребны. Посылаются того ради сборщики во все области турецкие, сущие в Европе, через три лета в четвертое, аще скорее не привлечет нужда, якобы училась на войне персидской, ея же ради не токма таковые поборы были чаще, но и природных турков приемали венчары, его же небяши прежде. Як даже от онных сборщиков от рачата будут собрания и в Константинополь приведены, тогда приходит к ним ага и приписует имена их, и области, и де же учатся языка и закона турецкого и навыкают обычаи их и всяких зластей, с ними же живущи бывают непострегшися мохамитяны. Отчасть их же раздают по дворам крепким того ради сделанным, сущим в Константинополе и в Галате, а благообразных и природных емлют в Сарай Султанский. Во оно же время, и гда зовут их озамобленными, не имеют иные строения всякого, иные послужения домовнава и прочих подобных тому дел. Подоволнам же времени сбирают их в домы озамоглианские и поставляют над ними особных началников. Те уже учат их работам ручным и тяжким. Корм ле же тогда и одежда худа им бывает, спят во странных хроминах, и де же непрестанно огн горит и стражи блюдет их, без тоя изволения и двигнутися не могут. Потом учатся стрелять из луков и из пищалей. И когда уже в том нечто обыкнут, тогда бывают янчарами или спагами, янчарам не дается корму меньше пяти, а больше осми аспора и аспора, три деньги наших, а спагам эв по десяти аспор. И так и уже будущие янчарами ходят на войну, или якобы монастыри великие. Там оживут на полке разделены, подначалники своими. Молодые старым служат, варят, пекут и работают, и впрочем повиновение с великим послушанием и тихим молчанием. И которые суть единые роты, те едят за одним столом купно, спят також диво единой храмени. Ащи же который без повеления изыдет на ночь, таковы в другой вечер палецами наказан бывает и по наказанию том велят ему есть яко обезьяне и началнику целовать руку. Все те имеют великие свободные грамоты. Почитают их и боятся, ибо своего не суть, в путях идущие домы христианские грабят, а они не смеют ни единого словарящей протива им, их даже что купят, так и платят, елико им годно. Никто не может их судить и ток ма ага. Не казнят их смертью, боящийся бунтов, и того ради редко сие бывает или вел ми тайна. Отсих посылают на стражу послом, и иным в путь идущим знаменитым людям, и иным подобным особам, и же хотят бесстрашно быть и в государстве турецком. И того ради многие корысти приемлют. В их воле обирать султана, да нели же они не подтвердят и не огласят, не может назваться султаном. Киждо султан, вступающий на царство, дает им знаменитые подарки и прибавляет корму. Игда великую войну имеет султан, тогда исходит часть янчаров под правлением аги или поручника его, и напоследи на бронях бьются. Несть у турков завистнейшего чина, яко ага. Итого ради един той, и беклербек греческий, не может сам себе избрать и поручника или наместника, но сам султан в той чин избирает. Число янчаров бывает два на десять, а множие четыре на десять тысяч. Сие воинство, то есть янчары, лет тому яко стоили мало большевилми отменилось от оных первых. Уже боны не допущают в янчары и турков, пачи же из Осии, а пред тем не приимали в чин той, то чью христиан, и то европских токма. К тому уже и женятся противо стараго обыкновения, и свободно им того соизволяют. Також день непрестанным житием в Константинополе и его же несть нигде прохладнейшего, изленились и стали своеволнами и злодеями. Общее есть мнение, якобы крепость сил турецких содержалась в том янчарском воинстве. Но сие ложь есть, яко о том хотящий может дочистись его историях. Кроме янчаров есть у турков пешие воинство названное Ассаб, и же большие умеют бегать, нежели биться, и большие помогают до утомления супостата множеством, нежели до победы воинским мужеством. Абы кашите и наполнять рвы трупами своими, учините янчаром пришествия под стены градов супостатных. Но уже время, дабых поведал нечто и о воинстве морском турецкого султана, которое Ас, последуя иностранным, армтою буду писать. Первое, несть такова государя, и же бы имел больше его способов к собранию арматы. Ибо леса албанские и караманские, паче же не комедийские и трапезонские, така суть великий и частый, и исполнены древес выборных к деланию судов на плавании, яко и исписать о том трудно, паче же видится, якобы галеры уже готовые падали туркам из лесов онах на заливу некомедийскую и на Черное море. Не бывает же султану скудости и в художниках, и же бы делали те галеры, ибо сребролюбие приводит до арсеналов его много и христианских художников. Якобы следи победы арматы тоя, талика крепкую, яко не убоялась и стать явно противовенетийские. Всегда той может иметь и много мужей искусных в морском плавании от галер, и же суть на страже у Метеллины, у Родиса, у Кипра, островов, сущих на море междуземном, и у Александрии, пристаничного града на том же море, и от приемлемых морских разбойников, их же он приемлет в городы Тнет, Бну, Псию отнюдь уже во время потребное имеет старейших и лучших морского воинства началников, и же управляют армату его. При том же имеет султан великое доволство всяких потреб военных. Имеет пушек бесчисленное множество, ибо взял из венгерской земли пяти тысяч пушек, в Кипре достал больше пятисот, мало меньше угалетты, города пристаничного ха на море междуземном, бывшего ха в державе испанского краля. Имеют турки пушки толика великие, яко неточию ядра, но звук их един сокрушается стены. Порохов и ядер толика и имеют множество, яко у Малты или Мелита острова, егда приступали к нему, хотящие им обладати, выстреляли шестьдесят тысяч железных ядер, обочине могуше взяти острова того. Егда взяше город Фомагост на острове Кипрском, сочтено тогда осна десять тысяч ядер. У Галетты вышеименного Новограда в 39 дней из великих пушек непрестанно стреляющие, сравняли за землей стены и башни, через четыре десять лет от Венитян деланные. На последней войне Персидской, которой уже лет сто и больше мало, Осман Паша Турецкой имел с собой пятьсот пушек немалых. Из такова оба множество пушек стреляют, яко всякие стены за землей уравняют. Ащи же тем не могут что учините, употребляют ломов и аскордов железных, ими же че стены ломают. Ащи же и то не имать место, тогда засыпают рвы землею, их врастием и трупами воинов, названных вандхи, яко ботар называет, или ванихлры, яко гвагнин. Ащи ли же и так аша не одолеют, то трупами своими. Суть три вещи у турков страшны ща христианам, множество люду бесчисленное, страх в воинстве неотменный и грозный, оружие и брони неизреченные. Убо множество воинства ащи средствия своими и обыча чинить и нестроение и того ради всегда большие воинства, уступали меньшим, но турецкое великое воинство в таковом ходит управление и стройстве, яко в том превосходит и малые и так и восприемлют победой и мужеством и разумом. Искусство же им меньше чем в больше чем воинских делях так и изрядно устроено, яко превосходит в том и древних римлян, не ток мояных коих и содержится во многих вещах. Первое, в воздержании, ибо доволствуется малую частью хлеба печенава под углием и кашей с толченым мясом, сушеным на солнце, вина не пьют никогда. Во обозе будущей, турков, имеет началника, его же должны суть слушать без всякого противления. Не обретается с ними в воинстве женско полу. Молчание обретается придивное, и то ликое множество воинства помыванием руки или лица управляется. В ночи же, дабы не сотворили мятежа, попущают иногда и плейником уходите. Паче же всего казнят заграбление и кражу. В шествии немало смеют отлучиться в корчмы или насеяние, в полях будущее. Смерти немало боятся и ни во что ставят, разумеюще, якоп приучается коимуждо попущением Божиим и несть мощно укрытися отныя. Мужественно подвизавшиеся надежды воздаяния, а ленивые и непотребные ожидают наказания. Никогда ставятся полками в ограде, ниже попущают кому ночевать в город входите. И дабы непрестанно искушалось воинство в делях воинских, а быкаше султаны турецкие и дежи не есть непрестанные войны иметь. Но обаче немного поможет ни страх безобороны, ни множество людей безоружия. Ибо и гигант безобороны и оружия, аща бы и лютейший и силный был, побежден бывает от отрока, оружия имущего. И така султаны турецкие исходят на войну с таковым убранием, с таковым довольством пушек, и с такими стройствами воинскими, и со всем тем, ежо потребно к стрелбе и воинскому промыслу, якой исписать и о том трудно. И якой те ни о чем ином не мыслят, вся кто познать и может, и гда узрит падшие сокрушенные от них стены, и дежа ащи и обратят свои силы. Такожди и от обладания страны государств и пространных, островов великих и градов придивно крепких, их же тии несытые анагры, султаны турецкие, воинскими промыслы и непрестанным к тому прилежанием под власть свою приведоша несогласия ради, и прохладного пребывания, и лености началников областей христианских, их же и считающий и описующий едва возмогл бы кто, множество ради, подлинно исписать и. Уже бы в трех частях света, то есть в Осии, Европе и Африке, якоречися, едва не лучшими и богатыми обладаша странами. Имеют убы во обладании своем анатлию, то есть меньшую осию, элиспнт, фригию, килику, финику, галатию и помфилию, пээнте, армению малую и великую и трапезнт, лидю и литл, вифиню и кап меньше чем а больше чем докию, кадию и ефлию и персиды немалую часть. В Европе Ромнию, Фракюя, Булгарию, Ахню, Македнию, Епирус, Албнию, Акарнию, Рсцию, Бзны, Цию, Србы, Карфты, Волхи, Молдвию, а и часть великую Венгерского королевства и островы Пелепонез или Амрию, Кандию или Каэрты, Капеэр и Негропет, Рдис и прочих неисчетно, к тому-то в реку Херсонскую и Дежи Крым. Во Африке Екпит и Осирию и Сирию и Полесну и Вавилонскую страну и Аравии немало. И Ащибо, который государь и градов имел талика, могл бы можно имяноваться государем, а сия объявленная область и Каяжда имеет в себе много градов крепких и богатых и пространства немало и имела предсим едва не Каяжда особного владетеля. Вся оба сия несогласия ради христианского, ныне суть во власти нечестивава поганина подъемлют тяжкие нужды и неизреченные бедства, о них же некто древний пиита сице пишет. Сие несогласия христиан принесе, якопоганых на главы своя вознесе. Государство бо, стоящее немалый век. Взяше, и днесь у них в неволе всяк человек. Полница там плач Иеремии пророка. Егда текут слезы от христианска окы. Увы. Воплят сербы и болгарь в неволе. Бсны и далмти, як и жиды в Вавилоне. Воздыхают с плачем христианские народы. Братья наши в плене, лишася свободы. От Бога убы за грехи порабощения. Турку и тяжкими нужды отягощения. Плачут егптяне, гркиже и армне. И с ними в Нгрове карфты и мултни. Островы морские с плачем вот примножают. Кипр, Крит, Роц, Патм, их же турки окружают. Епирус, Амария, Албния с ними. Алкар, Византия с царствой честными. Трапезнт, Ктрия, Нксос и Галатия. Аравия, Понт, Купна и Каппадокио. Еще меньше, чем Т, больше, чем Авритско царство, где из христианства. Исполнися всюду злолютого поганства. В Сисии плачут зело, потеряв свободу. Ибо в своих отечествах купят и воду. В домех синие мут, где главы преклоните. Ни один час тогда могут без плача быть. Всех босих поганый якоб сов удручает. За малу вину казнит и зле к тому от Каегожда главы по златому. И днесь рожден должен дать и султану злому. И на коюж до пять лет детей избирают. От всякого дому, которых потурчают. Те уже отца и матерь забывают. И в поганском законе крепко пребывают. В них лучшую оборону султан имеет. Против христиан бы в стену ставить смеет. Они его избирают и пред ним ходят. Грады емлют, страны под власть его приводят. Из христиан там аммуш ко всему потребный. Паш, сеншк, чаши иной чин хвалебный. И паки во ином месте той же еще о том же, что прежде христиане имели в свободе, то ныне дорого купят в паганском народе. И живо отечествах их распространися. Воистину яко песок морский явися. Византия, греческое царство престол давный. Днесь таму содержится турков скипетр славный. Госпожа стран, бысь днесь плачевную вдовою. И под ножком поган, суще света главою. И Иерусалим, Вифлеем, место святые. И днесь владеют турки проклятые. Где Христос родися и соученики ходил. Страдал и воскрес и нас от ада свободил. От гроба его ныне турок дань сбирает. И бестое никто таму в нити дерзает. Да зремуба, где днесь Ассирийское царство. Где сильное Вавилонское государство. Где Сирия, Понт и Антиохия. Где Ливио, Херсон и Где Венгерское царство. Оно облако злато. Прежде цветущее, ныне попрано в блата. Где бесчислены христианские народы. Все пожертв от поган за свои незгоды. Смирив сего поганцы, брани воздвизаху. И так обезвездно христиан побеждаху. Той бозлый народ хитростью вознесися. И во время примерных лет власть их простреся. Так а прежде во оси и власть расширили. С единым смиряся, иных покорили. И сим вымыслом едва не три части света. Обладаше поганцы не во многие лета. Горе и увы христиан там опостижи. И сицевый плач христиан кое гож достижи. Пришел ци отечеством нашим обладаше. Лютых врагов руце у сирот хлеб от яша. Воду свою упаган с ребром откупаем. И дрова в неволе такожде обретаем. Над главами у нас стоят мучители злые. Утружденным не дают покоя проклятые. Раби наши худые нами обладают. И во отечествах наших нам рассуждают. Сицевые тамы песни христианского народа то мусикия, то веселье, то браки, то торжества, то утешение в нуждах и печалях. Достоит уба нам о всем господа Бога сокрушенным сердцем прилежно молите, дабы благоволил на сие презрити. И показав своя щедроты убогим онам христианам, под тяжким еремом поганским вопиющим, вся ажи превосходят египетскую неволю и вавилонское изгнание, ассирийское пленение и иерусалимское разорение. И ащи бы оные народы предвидали о таликих тяжких скорбях, ежо ныне на них преедоша, то бы изволили тысячу смертей приятий, нежели в таликой неволе быти. Но доколе той бич ассиров над верными избранными божиими высети и мыть. Доколе бусурмане над стадом христовым началствовать и будут. Доколе виноград господин насажденный искореняти имут. Доколе Исмаил в отечестве Исаакове распространяться будет. Без сумнения достоит асем верите, якобы приближается время, в неже то нечестивое атаманское обладательство, волею Божией упасти и мать. Имеют уба о том и сами турки древнее провещание и исполнение его ожидают от часа до часа и от времени до времени, да меньше чем и больше чем же, многомилостивый Божий, дабы и 278, время то прийти могло во время благополучного царствования пресветлейших и державнейших благочестивых наших государей. Содержатели непорочные христианские веры. И тогда бы возбуждение будущей от Всесвятого Духа, приняв в руце свои непобедимые оружия, крест Господень, воздвигли своя крестоносная хоругви и уготовили многообразное тмочисленное оружие, собрав многочисленные полки христианского воинства и имеющие согласие со окрестными христианскими государствы, изыти подчилися на оных несытых псов бусурманских, своим их провещанием осужденных. Уже бы там у нас убози христиане, братья наши, с радостью и с надеждою ожидают, готовя сущи на своих и наших супостатов помощь подати. И же ащи мнозе страха ради не дерзают явно христианские веры там и имети, обаче тайные молитвы к ведущему тайное сердец и испытающему сердце и утробы радостно непрестанно со слезами высылают. В покаянии и плаче смиривши души своя, надеждою веселящейся, помощи и свободы ожидают, якоже он и евреи, и же за грехи своя в плен будущее отведение, потом вразумившися покаянием и плачем, за он и Бога милостиво сотворили. Тогда всемилостивый Господь Бог посла он им избавление и паки во свободу возвращения. Так а он им христианам, под тяжким ермом то, чью мы да прибегнем к нему с твердым упованием и несумнительную верою. Ксионз Иаков Устенский, святого писания и уставов обоих учитель, рассмотритель книг в типографию относимых, присмотрев книжку под именем двор цесаря турецкого, отвелебного Ксионза Симона Старовозского, Кантора Тарковского, собранную от повестей и книг италийских, якос согласно есть со знаменитыми повестями и историями свидетельствованными юже многих ради мужей ученых на уничижение безумия Паганского соизволяю, дабы была напечатана. Дабы их достаточнее описал двор султана турецкого, с ним же мы, россияне и поляки, ближнее соседство имеем, хочу прежде описать и селение Константинограда, в нем же султан всегда пребывает и от времени Анага, егда Грецию обладал, престол свой тама утверди, веселием потребностью моря и славою великоможную царей греческих возбужденной. Стоит той град якобы на едином клине земли, морем от двух стран облиянным, имеющий с единую страну проливу или спонт названную, ею же вода от Чернага моря в Белое море, пропонт среченная, быстротой великую идет, рыб множество неизреченные в себе имеющие. За другую страну того клина есть залива морская, и же в землю входящая отлучает селение Галату разливающийся на Николика стадий немалых, наподобие рукавицы Бенни Перщатой. Наконец острова того бы в той заливу впадает река немалая, от фракии приходящей, названной Феофана, и де же древних веков была бумажная мелница славная, от великого царя Константина Учениная. Град той долговат, не вел миширок, основан на седьми холмах, якодревний Рим во Италии. Сии холмы последуют един второму, якобы кто вел коня за конем издалека в долготу через весь Град. Первый холм не вел мивысок, стоящий на конце Анага Клина, со обоих стран имеющие около себе море, и де же сотворение суть палаты султанские, в них же всегда пребывает, по-турецки сарай, а то есть дом названный. Потом прочие холмы обретаются в среди Града, имеющие на себе различное высокое здание. Последний холм есть якобы в конце Града, от полуночной страны, с приезду от Андрианополя. Между тем холмом и другим за ним в долине видеть акведуктум, то есть привод воды подземными г-трубами, на велме высоких и крепких столпях каменных, деланных еще от великого царя Константина иждивением бесчисленным и художеством воистину чудным, подобящимся мужественным тоготум древних римлян, художественнее пачи, нежели суть прочие приводы водные, протяженные на 40 миль италийских д, тоши верст российских, даже до самых полок или сарая султанского. Сии подземные трубы, на неких местах попорченные, построил великим имением Салиман Султан и распространил их, дабы множие воды шло ими, не точую в сарай, но и в прочее нарочитое место Града. Эатанага приводу водного исполнения водою, кроме общих бань, в них же непрестанно купаются люди разных народов, дающие от главы по пяти аспр турецких, аспра е, три деньги российских. Аспры суть деньги серебряные, подобно деньгам московским е, сетцевых бань обретается в ограде 240, кроме прочих мест, я же за градом, купанию належащих, от той же единой воды, южа Салиман распространил наисходящих. На последнем холме к концу града на полуночь, обаче приближающийся к заливе морской или паче к проливе текущей, стоящий обретается градец каменный, по древнему обычаю ученен о седми башнях, названный Гадыкуля, в нем же непрестанно живет кормовых женатых воинов 250, киждой имущ особное свое жилище за женою и за дедми. Над ними же начал нетграда того власть, имеющая при себе четырех мужей поручиков, такожди с женами живущих. Сам властель так и достоин стрещи градко того, яко из-за врата никогда изыти может безымянного повеления визирского, кроме дважды в год в два уреченные их праздники, в них же киждом хаметанин повинен быть и в масхее, или в соборище своем на молитве, паче живо Святой Софии. Си седм башен в древнее лето бывали исполнены разных дорогих вещей, ибо в них вся казна султанская соблюдашися сицы. В первой башне деньги златые и пруты из злато литые. Во второй деньги сребряные древние и большие. В третьей вещи и наряды дорогие конские, такожди разное оружие воинское, златом и сребром оправленное. В четвертом различные дорогие сосуды древних веков, златые, сребряные, кришталные, янтарные, королковые и от камней разных соделанные. В пятой орудие разные ко взятию крепостей и градов. В шестой различные древности и вещи самородные морские, и деланные из костей слоновых, сия вещи привези Селим Султан, игда Тауриз град взял у персов. В седмой и я же близ Галерио Великое, соблюдахуся писания разное и орудия мафематитские. Ныне всего того мало обретается, ибо Селим Второй, игда Кипрского острова доставал у Венециан, множество оттуда сокровищ воинству роздал и погубил немалые вещи в побежденной брани на море Сохристианова. Время Карла Ви, кесаря римского. Итого ради сокровища избранные принеси в сарай свой, иде же живяше. Сын же его Амурад ничто же истина тама прибавил, но паче якобы и остаток он их честных вещей и дрожайших тама же принеси. Итого ради ныне той градец превращен есть якобы на соблюдение мужей честнейших, иде же пошу иковава чеса ради сажают, или игда от христиан и пограничных соседов на брани великого какого мужа возьмут. Там опосажденным юзником волна ходите по граду, точью не имейте ножа или какова оружия. Яко и недавних времен сидях у тама именей король алгерский и имеющий четырех слуг с собою, и два сына короля Тунитанского, имеющий киждо особные свои храмины. Все сии гидекулские башни сут четвероуголные и толстые, вверх вместо кровли совершены островато, наподобие пирамидов и покрыты оловом. Врат градка сего не отворяют, точью в час по восходе солнца, такожди за час прежде захождения затворяют. В пяток же за три часа затворяют, а не отворяют даже до часа по полудню. Градок той всеми потребы всегда есть добрее исполнен, такожди порохами и ручную стрелбою и иными оружием, имеющий тридесят пушек пачи обычая великих и несколько пушек жмалых и органов верховых зе. Посреди его есть баня, и оград султанский, и огородцы малые воинов, живущих ту, на них же овощи сеют. Тут же есть масхея с наданием от султана, с отпустами в пятк, каковава почтение прочее их масхеи не имеют. Есть тама и источник из земли истекающий задоволную водою, такожде хлеб мелющая меленка об едином колесе непрестанно. Есть еще и иная вода, трубами еще в старое лето так и разумно приведена, як и никто может познать и, откуда истекает. В Константинеграде множе дву тысяч божниц турецких, между киями пять, иже пожалованы и посвящены отца мага султана со отпущением як безумнее пога не верят совершеннейшим всяких грехов иже бы в них во дни назначенные молился. Иосм есть честнейших изданием древновечным из реднейших. Первая и начелнейшая мосхия Ая София древний храм христианский от Константина Великого сокровищем неисчетным соделанной близко сарая султанского и деже погребены сыны Атамановы. Четыре меньше чем Дефисия Салиман и Софии Юже созда Салиман Султан полтретья миллиона три звездочка червонных золотых на ню издавши. Ибо имеет в себе столпы придивного мрамора разного цвету и работы знаменитые. Близ ия же меньше чем го больше чем шпиталь и монастырь Носкоп и баня и иные здания окрест на служителей Тое Масхеи. Пять меньше чем Дефисия больше чем Султан Селим Юже строил Султан Селим жалеющий за грех свой яко убил отца своего дабы возмогл скорее сам на царство вступите. Сей седм лет воевал Египет Сирию святую землю и часть царства персидского и примножил талика доходов елика предки его имели. Шестая Масхея от честнейших Султан Мохаммед Юже сотворил Мохаммед и Вторый и же взял Константинграда на оном месте и деже был престолный храм патриарха Константина Грацкага. Восемь к меньше чем Дефис я больше чем Султан Амурад Юже Вторый тем именем Султан сделал подобно художествам и величествам храму Сулейманову також диокрест себе имать многое здание но несь так изрядно яко Сулейманова ибо той возил на Эль свою Эль мрамор из Александрии и из Сирии и Месопотамии Абачи храм Святые Софии Юже Турки в свою божницу Абратиша все иное художество М высотою своею 283 и драгоценным художеством М множие превосходит Соделана есть на шесть границ четыре фатяны или стены имеющие величайя две же меньше из различных мраморов изрядно делана имеющие дверцы вкруг от таких же мраморов в каежды по осмеры двери Абачи в самый храм четверой точью великие двери и вниже входят от четырех стран накрест противо себе ученины Посреди же храма коплено шести на десяти столпех мраморных восставлено множие и больше и выше нежели святого Петра в Риме сверху покрыто вся оловом Столпы же оные на них же такапуля единаки сути круглы выше и толще Тава Петра в Риме окрест великих врат Кастелных от них же суть четыре от мрамора кипрского диспро названного четыре от порфира червленава четыре сементарии витая змеевата но толще суть прочих четыре мрамора белага имеющие по себе крапли черные наподобие пестроты талики же толсты яко оные витая муруговатого мрамору верхи имеющие изрядного подобие вырезанных сотворенные но сия повели турчин по отъемате на фрамугах тех столпов повыше есть иных столпов вкруг два на десять н четыре малых и же имеют на себе другую фрамугу единичетвероуголную другие круглую разноцветную паки на тех фрамугах третий ряд столпов мраморных таких же но меньше сих вторых на них же тутая капуля а около тех средних столпов есть иные два десять четыре тех же первых последующих и же фрамугу на себе держит також дешироту он и фрамуги движущих и там от той фрамуги свод идет к стенам костелным стены же самые розными мрамор и все украшены суть и разные тонкие резания на себе имеют имеют еще и же дебожница своя в Константинограде х якомница на десяти местах поставленной особенно греки по всему граду церкви своя высыпанные имеют а особенно посреди самага града ибо каменным стенам разные народы своя улицы населены имеют яко и цыгане угол едино особный едини заселили и есть их за женами и за дедми число немало константин константинград имеет окрест себе стены древние еще во время основания от константина великого поставленные подобны стенам римским такожде с башнями четвероуголными тех стен кроме сарая великого в круг есть четыре на десять миль италийских такожде и верст российских потом стена каменная около сарая султанского от моря с двух стран яко клин протяженный имеет в себе полчетвертой мили италийских с третью страну от града две мили таких же около всех стен каменных и сараем есть два десять миль италийских врат ими же в град въезжают имеет девять на десять от поля четыре то есть с приезду от полши но двое суть от них первые едини ими же приезжают от Андрианополя другие из град Кабургии и дежи поведают быти тела и кости святого Иова те врата деланы суть наподобие римских пачи же он их ими же входят в костел святого Севастьяна ну а всем ведать и достоит яко от поля две стены каменные от моря до моря ученины единовышная другая нижная от моря же с обоих стран точью едина стена протяженно кроме врат названных айкапезы то есть врат святых ибо во время властельства царей христианских бяшитама церковь множество мощей святых в себе имущие и дежа народ общий громадами молитвы ради хаждаху ныне турки из той церкви свою мосхею учинили того ради яко турки теми врат и воград внедоша ибо те первые взяли приступом сокрушивши старые стены из пушек христиане же и же вограде бронехуся учинили там и стену единую нощую долготою вверсту а бачи турки внедоша воград иными месты те и же и же той стены стрижаху убоявшися отбегоши и я ибо видиша супостата сазади себе вограде того ради та стена и до ныне стоит пред врат и теми с другие страны града от пролива великие противо анатолии или и же суть в сарае с третью страну града от галаты я же стоит за заливую морскую есть семеры врата старых да двое новых есть и площадей в константинеграде немало а особенно при мосхеах начелнейших обаче лучших площадей четыре первое юже от древних веков называют подрмия и где же стоит един пирамис четверогранный от единого камня учинен болшепачи нежели оное в Риме предка с телом святого Петра две же пирамиды меньше и первые аще и толика же высоки но каменем снизу подделаны сами же мраморни на тех во время царя константина в торжественные праздники на самых верхах поставлялись охоругви на той же площади стоят три змея извитых главы имеющие со отверстыми челюстьми литые из меди образцом художественным велми старое но единому от тех змеев отсечи сам махамед султан половину челюстей егда взят константин град мнящи якобы садела на та вещь чарование ради ежобы турков очаровать сия змеиные столпы толика велики якобы половины пирамидов он их досизают и мняться яков три десять локтей в высоту суть от земли сия площадь велми велика а около ия палаты помянутых султанов турецких и егда сам султан восхощ трестан и утешаться то на той площади творит их с рыцарей своими и того ради на ту площадь не ходит никто и врата в нее от всех стран замкнуты вторая площадь пред масхею султан баазита на ней же плясатели об меньше чем им больше чем анщики смехотворцы вещи своя отправляют кто чему умеет третья площадь от нарочит их пред масхею султан салиман четвертая на великой долине между седми холмов городских на ней же коней учат к ежению и уристане творят вседневные торги бывают на малых площадях в пяток жена он их трех на челнейших ибо четвертая всегда дни бывают в среду в четверток в пяток их же называют схибазар ежо разумеется торг и лиша вещей старых которые поношены или на киждо день вещей старых продаяние ал ин канто яко итальяне называют возглашающе кто даст множие и есть тама с различными старыми богатыми вещами больше 2000 лавок от каяжда вещи ежа продаст продающий даст пошлину на султана и яже собирается более 7000 червонных золотых на год лавок же купецких и художничных есть множе 48000 и каяжда художество своя особная храмины имеет и всякое на разных местах кроме золотарей и алмазников и же продают дорогие спаны и кроме купцов с матерями шелковыми и сукнами добрыми сии токма на едином месте лавки своя имеют есть еще там и два места боистан реченные обведены стеной каменной толстой в две сажения и сверху ученены своды по четырем воротам ко входу в них есть от них едино место большое его же свод ученен на два десяти четырех столпех соделанных от тисанаго камени четвероградных велми толстых с коптельми изрядными другое место меньшие имущие свод свой токма на шестнадцать столпех при стене храминки олмрии около себе имеющие такожди и около он их столпов и деже выкладывают вещи своя алмазники и прочие купцы шелковые материи а вне около тех столпов суть великие храмины в них же сребренники продают своя сребренные вещи от тех храмин и же внутри с коей ду посту червонных сие же разумей о большом баистане ибо в меньшем баистане ежо имеет свод на шестнадцать столпех продают токма полотна и материи бумажные и мешаные с шелком имеют же в ц себе четверы ворота двойные а около ц его от вне продают пленников различных народов от них же едина суть уже ученые в различных работах и стоят особ иные и же недавно в неволю взяты також дя особ и паки особ и же че продают мамок и иных жен також дя особ че пошлина от тех пленников чинят шесть на десять червонных золотых откупу на год понеже оба поминухам с прилучни в прежней главе пошлину от пленников и от продажи старых товаров також дя доход от лавок в бейстанях учиненных дело достойное вознелося мне и прочие доходы или пошлины от художников припомните ели ка ведать че мощно от откупщиков и же те доходы откуплю меньше чем т больше чем в казне погодно прежде подобает положите корчемницы или домы корчемные в них же продают вино христиан ради и бы им по закону Мохаметову заказана вина пити и когда на кого-то объявится того же стокожезлением наказуют а есть тех корчемниц по спискам полторы тысячи с них же доходит пошлин на всякий год 36 криков киждок арик учиняет червонных золотых 1633 потом продают рыбу в девяти местах пачи же на брегу заливы морской противогалаты и дают от них годовые пошлины 18 кариков есть еще место и дежи продают овес ячмень отрубик о ней ради також димуку на хлебы и овощи различные от того дают пошлины 14 кариков на год потом от различного корения и товаров их же в оград привозят из-за пригородков морских и почесть ее от Галлиполя даже до Чернага моря и дежи бывают складываны с судов морских и ежо на ослах и верблюдах привожены бывают а потом по воле во времена своя в оград положены бывают учинит пошлины 180 кариков на год еще место за градом названные ядки и дежи различный скот бьют устроены в ограде на розные места привозят числом тех мест 10 а поставлены кроме трех и сот жидов которые суть в службе султанской и имеют особную волность кроме той поголовещины дают жидови константиноградские на всякий год по трех тысяч червонных от божниц своих дабы насилований не были и на всякий год при отдании тех червонных емлет подтвержение своему учителю и же есть началны над всеми божницами якобы патриарх над всеми жиды и же в Греции пребывают також дят места и дежи погребаются дабы им волну было в покое на едином месте червонных золотых на год к тому греки думайте замыкают и ключи до первого капитана относят а их да отмыкать и тогда той пошлет поручика своего врат он их отмыкать ибо всякая от тех капитанов имеет четырех поручиков под собою их же называют балях басу мнится мне яко не так и есть во всех областях турецких яко в константинограде суды совершаются и право их аще обаче поведение и чин всюду един есть яко и сами поведают в константинограде четыре судей суть в четырех странах града пребывающие скорейших ради управлений дел творящихся между общим народом их же они своим языком называют кат посреди же града пребывает началный судио его же называют кат бон влге и же есть великой судио обаче такие же есть суди в Алеппе в Каире в Дамаску в Александрии и военных градях началных того ради онага константиноградскаго судию различия ради отонных судей называют стамблкат то есть константиноградской судья ежо главное и приучающиеся дела рассуждает ионы четыре судьи не дерзают никого на смерть осуждать и без того ведома и подтверждения своего изречения такожди и во иных городских делях от них апелляция к тому же великому судии есть еще другие великие судья названные Сибаси ежо на всякий день объезжает юзников городских и сам суды своя управе поведает о них визирю на киж до вечер и дает ведомость о всяком юзнике за что кто содержим есть си имеет у дэ себе четырех поручиков от них же всякой имеет дэ по сорок воинов с собою с ними же обходят свою часть и не бывает ли по ночам разбоев то узилище крепко стенами каменными ограждено и разделено на двое имеющие два подворья и посреди две великие фонтаны и храмины в них же юзники или дел ради городских или в долгах или на смерть осужденные со сводами суть толстыми которые к смерти осуждений сидят во особом юзилище ниже а ежо долгов ради те выше особенно христиане особенно жиды особо турки и обретаются там юзников до дву тысяч милосты не дают тама турки неисповедимое множество пачи же пищи к едению вседневному талика яка и стража и же стрижет их кормятся от них доволна ибо сами юзники не возмогают всего того поедати множец уже и сам султан посылает проведывали тама много ли тут содержится юзников от должников и ащи которые обрящатся содержим долгом меньше ста ефимков то всякого своим сокровищем откупает ащи же которые обрящатся в них нарочитый человек пачи же воинской тогда и николика тысяч ефимков повелит за него дать и дело милосердия над ним являюще судей их досудят тогда никакого прокуртора на суд приемлют но всяк правду свою сам сказует и не пишут никаких доводов или постановлений ниже дают писаного на суд позвания но слугами точию позываются и судят при многих людях по своему рассуждению як и лучше мнится им быти и ащи кто обрящится достойным наказания тогда вскоре при суде наказан бывает жезлием елико повелит суде той о палатах или сараях султана турецкого в константинеграде трое палаты или три сарая имеет султан турецкий первый большой в нем же всегда пребывает названный бог сирай второй есхи сирай то есть старый сарай третей сарай малый впетр нереченный и деже необыча бывать и султан точию в знаменитые праздники наж обновление идущи и деже непрестанно живет четыреста юноши его названных азамалиан соучительми своими их же зовут коза и же учат их читать и мужествовать на конях ездить и спищали стрелять сдаю в цель метать и лук натигать такожди учат их опоясываться и бегать и пеших до места назначенного и поединки с оружием чинить такожди по водам плавать которые егда дорастают и изучатся отходят на высокую султанскую службу кто к чему приличен явится паче же от тех чинят спагов то есть воинов или яко ныне называемых султанские кавалеры и же имеют данные веси до смерти своей иные больше иные меньше ели как то у султана выслужит или который султану угоден явится сей сарай учинил Ибраим Паша некий зять султана Салимана сарай же большой реченный исхе сарай создан есть от султана Мохаммеда второго по взятии Константинограда стоит же якобы среди заграда четверостенно сделан имеющий около три мили италийских тут живет весь женской пол султанской и же первая быша в великом сарае и уже не восхоте их балше у себе держати також диете их же испытал султан и познал на достойной быте ложе своего и же состарелися а прежде были в любви султанской там ажи соблюдаются кормилицы и же персми своими кормили детей султанских и братью их или были на каковом послужении султанском и оттуда уже не выходят до смерти а все же свое доволство имеют то чую аще которая замуж поедет за пашу некоего или заинага какова честного человека ежо по воле султанской часто случается ежо и турки признавают себе к чести егда кому достанется таковая жена и же прежде была на ложе султанском или паче хотящий себе такового ради супружества скарага обогащения ибо на таковых своих зетей всегда имеют презрение султаны и дают им великие вены и началства честные всяко же и те и же и замуж не идут и живут в том сарая затворения до смерти имеет всякое себе доволство и презрение временем же и сам султан приходящий к ним живет там и у них по воле своей неделю и две и три неисходяще никого от дворян своих пущающий там ниже юношей с собою в то оба время много у него упрашивают жены те которые что потребно дабы или доход некий имела или пленника какова освободила или ино что тому подобное о великом же сарае в нем же всегда султан пребывает уже выше по ведахам яко есть около его четыре мили и муч три стены от града едино едино и выше ими же от моря до моря прегражден есть и две стены с обеих стран моря начинши от масье и софии и дежи есть врата в сарае из града в тех вратах всегда стоят на страже сорока воинов которых называют капик от тех врат между двумя стенами даже до конца сарая в одну сторону есть два ролня и дежи у дров две тысячи мужей непрестанно работают режут секут носят и в поварню пекарню аптеку и в алхимию звездочка дрова великих и малых две тысячи их же зовут карамузлы которых ни на что иное не емлют точую наважение дров на султанскую потребу мужей же тех и же у дров работают ик в печек разносят называют билтак и же имеют свою поварню где есть себе готовят среди двора их стоит крестилница от церкви святые софии принесенная они же выше писахом и не един паша может на коне ехать в дом эль-султанской точую под тот двор и где же стоит крестилница всяк бодоехав таму повин с коня систи и пешите в палаты входят еще и военные ворота и же две стены около себе имеют и многую сторожу оных же копигов таму уже никто дали без повеления идти не может точую в той день вон же дыван то есть общее слушание отправляется четырежды в неделю то есть в субботу в неделю в понеделник во вторник ибо в те дни сходятся все правители султанские над иван прежде визирь великой потом паша анатолский его же зовут белиер бес потом капитан янчарский гениазер реченный и два председателя от сенату их же калишхар называют то есть судьи войсковые и паки три началника войсковых их же называют десятердах си и все седший вел мирана на диване даже до полудня сидят и всякие дела исправляют а где тот дыван отправляют там а жилище все каменное со сводами протяжением долгим отворено в те дни егда сидят там а пред ними же есть вход и где же стоят общие народы и стражи немало и же не попущает доходить тем к судям то чью аще кому повелено будет и так и единого поединому рассуждают егда же отсудят тогда восстав всик султану отходят и подают ему писание всем онам делам и же сотвориши на диване выписав кратко а потом словесно ему про все объявляют и егда о коем деле умолчит признавают н яко утверждает то аще же ему которое дело негодно явится то махнет рукою дающий знать яко то инако яко первое нежели все на диване сидевшие внидут к султану великий визирь входит и осем ему поведает про чей же ожидают пред палатую тою ибо султан не с единым от тех глаголит токмо с визирем единым яко с лицем честнейшим советующе також де егда посол чужеземский бывает на приезде или отпуске ничто же сам глаголит та палата в ней же дыван отправляется стоит по левой стороне в сарай входящий по правой же поварня султанская и общая аптека и де же всех ради судей и же им вот сидеть и в дыване подается раннее пище употребление общие птицы вареные и жареные а между дыва меньше чем но больше чем им и поварнею султанскую посреди казенная палата султанская где пред дверми и я всегда по земле лежат великие мехи за деньгами дабы народ общий приходящий над иван для своих дел видели яко есть велико сокровище султанское яко деньги даже по земле валяются немогущий в палатах вместиться или многаго ради медления казначейского и же не может времени употребить и считать и денег тех и писари своими а те деньги суть от разных областей и градов подписания на себе имущие из них же потом раздают в палате кому что повелено будет а щи же обращаться что между тех денег вещей золотых нарочитых пачи же португалов а различных королей те особ статьей кладут для султана и же их в свое особное сокровище полагает входят же и в гражден есть стеною каменную невелми высокую но толстую имеющие врата меньше первых где уже стражу блюдут рзанцы султанские вшедшие внутрь есть в нем площадь немалая имеющая по левой стороне жилища в них же живут евнухи и юноши султанские а по правой стороне суть аптека султанская и погребы с корением пахнучим и отрачата новые и еще воучение суть дабы возрасши могли быть испагами на службу султанскую их же всегда бывает до шестисот